Продолжение следует... 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 Это нужно только детей в школу. Это садик, в основном. Садик, садик. А школы беспокойные там учатся, я же не знаю, какими программами. Ну, если это садик. Можно попробовать экспериментально кого-то попросить пустить, если захочет. Чи воно рехабельно, или не рехабельно. Ну, смотрите. Ну, 1-3 автобуса, вы, пожалуйста. 13 и 2-25 минут из житерного зала. Они будут пересекаться, как у нас 16. 16. Получается, потом еще кто у нас? 25-й. Он идет в 45 минут. Идет в 45 минут. 25-й. Это нормально, чем мы провошали. Они не смотрели. Вот это, что на конкурс выставляются. Те автобусы, какие на конкурс, и по времени я озвучу. Ну, самый оптимальный, это 25-й маршрут. Ну, я замбалак, а ты ему скажешь, я категорически. Ну, так это будет новый этап. Поставить предпарту. Один рейс делаем, да? Что? Полностью. Что можно, что угодно. Сейчас мы можем диктовать условия, чтобы закончится новый договор. Ставить перед фактом, если его что-то не устраивает. Правильно. И будет то самое. Я уже рекомендую 2, а? Да. Мы можем получить, что никто не возьмет за этот маршрут, и мы тратим вообще этот маршрут. Такая ситуация. Такой рейс есть. Сейчас через Новый рейс будет уже. Это один маршрут, который уже на Кардашов кушает. Да. Да, тоже. Интересно. В перспективной схеме то, что, ну, как бы она должна быть провадживаться. То там именно по воде Шевченко два транспортных средства заложили, и Кардашов к ЖД вокзалу. То есть перспективная схема. То есть, это не вписывается в эту схему, да? Это перспективная схема. Это если привязываться к перспективной схеме, то запрополновали именно Кардашов и ЖД вокзал. Но если вы вешли на улице Шевченко вокзалу ехать по Ленина, а вертаться будет по Шевченко? В данном случае вы просто идите по улице Шевченко вертаться с ЖД вокзалом. Ну я ж скажу. В обраганах не хотите. На вокзалу ехать по ВОВЕЧЕРА. А с ВОВЕЧЕРА. 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 А вы поучатся, кто это скажет? Давайте конкретно с людьми сколько людей. Все равно все все изменения. Если это одна людина с людьми, я понимаю, что тоже важно. Для меня сейчас непонятно, если с садиком и школой мы примерно понимаем, там вы считывали, сколько детей. Для меня, например, лично непонятно, сколько ездят и используются транспортом детей инвалидов в реабилитацию. Я думаю, что их там тоже один, максимум два. Потому что подвозка осуществляется. Осуществляется подвозка. Вот именно. Они же могут и выехать и 16-м. И поехали через село в улицу Ленина. И в центр попадет. Ну так же ездят. Они так и ездят. Это ездят. Допустим, дети, которые после школы уроки закончатся, они приезжают. А так, те, что, например, дядь малий, он в школу не отвезет, уже как бы закончил, то там действительно дает подвоз. Они приехали, забрали, получила дитя на реабилитацию и потом назад его привезли. Да, но они разработают свои машинки. Там сегодня берут и их улицу, а там другая. Это так, то да. Ну так тогда получается у нас вопрос подвозки детей до центра реабилитации, как таковый, не стоит. Стоит он как бы на половину. Зараз, когда Павло его выделяет, а если сейчас деньги выделят на подвоз детей, то тогда он ребром стоит. Так давайте сегодня решать будем. А когда дети, те, что, допустим, не забирают в бранции, а забирают там, ну, не забирают в туалет, они там школу закончили ранее, то у них проблема, что идти до братца – это действительно. Закинчиво. А что же это директором реабилитации? Надо, чтобы было я. Правда в том, что детей привозят. А те, кто их все привозит? Они пешком. Або там сидят, або им нужно. Ну это сколько реабилитация продолжается там? Ну и там на разный термин. На разный термин. Ну просто я… Мы знаем, сколько в Алисе. Мога просила. Не, ну на сегодняшний день реально. Реально при включении на оборудование по проведению конкурса. Ну а до проведения конкурса, можливо, попытаться договориться с Калюжным. Ну хотя бы один рейс там, який самый такий пиковое время, 4 часа вечера, 5 часов вечера, договориться, попробовать в качестве экспериментального. Ну я знаю… И побачить… Ну один рейс, там нема смысла кататься целый день. Ну нема. Опять же таки… И дети, наверное, какие-то реабилитации в какой-то конкретный час, допустим. Ну не каждый же с 8 утра. Вони там тоже разбиты по времени, я так понимаю. Ну их значения, занятия, реабилитация, она разбита… Если специалисты, там даже по дням разбиты. Если психолог принимает там раз на тиждень, да, там, и у него по часам разбиты, они детей привозят. И логопед так само, там, недвижной повниставкой, они певних не принимают. Так само, там, массажи они отримают. То есть у них там программа заведена именно по заболеваниям. Сегодня от этих привозят детей, потому что працюет психолог, сегодня от того, что это працюет логопед. Они там тихи привозят, а кто, допустим, в школы ходит, там, допустим, після школы он и он спева прибегте, получит свой массаж, тобто реабилитацию, або заняття с каким-то психологом, или еще каким-то специалистом, и он, и потом идёт домой. То есть тут трошки складно варто зараз. Ну, что касается школы, там, действенно, много ученых есть с дачного. Но, если у вас тут именно, когда заканчиваются уроки в школе, я не знаю, сколько они заканчиваются и сколько детей с дачного. Тут информации я точно не имею. Это как без директора школы. 16-й каждый час. 16-й каждый час, 16-й. Да, я понимаю, что 45 минут возможно убить и терваи, но мы можем просто... А сейчас то, что есть 16-й и 16-й, надеюсь, что 16-м, это не срочно. Ну, в ту голову, то дети, как бы... Ну, это 20-минута, как не шли, и... Все равно так само получается, даже если и шли, а потом поедем. И с нами было часа раньше, все равно они отсюда, хоть пешком, хоть никак не доберутся. Разница 15 минут получается. Так, прошу не было, чтобы уже амтомизировать. А возьмите, у нас в микрорайоне 4 дома построены. Из них половина рубит на дачу. Все идут в центр, и в центр уже никто не хочет понять. А если может у кого-то постоянно ходить, люди узнают и будут выходить, уже подстраиваются. Зробите объяву там в прессе. Днепропетровский 10, Правдинский 15, и Правдинский 19, или нет. Ну, там у нас, по улице, широкая наша поминженская. Где 11, 11, Правдинский 6, то есть все днепропетровские... И они посередине, они уходят там, три подряд туда обеспечивают. У нас три подряд идут. Ну, это же другой вопрос. Сколько мы пытались поменять время, то, к сожалению, не получилось. Тринадцать робот, пытаемся. 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 Мы не разведем, мы никогда пока нет много схемы. Ну, так вот, за мою схему ж не поверем. Да, про эту схему сейчас. У нас есть у звичайного режима маржа, давайте будем оптимизовывать. Как? Ну, реально. Как вы слегуете по времени, как вы бачите? Мы бачим, какие маршруты добились. Давайте будем их уменьшать. В текущее время, в текущее время, в текущее время. Я же их оптимизовать могу. Ну, так оптимизуйте, я же сказал. Я не берусь за это, у меня не хватит мозги. Кто может, я оптимизую, я не поверю. Ну, у нас только начинаются какие маршруты сразу. Моя пропозиция, давайте попробуем, або 25 попросить там один рейс, або один, и все. Ну, а я поделюсь, три ездить. Ну, одну, попробуйте. А одну мы же не можем, Андрей. Это только если бояться. То есть у меня вопрос. Как вы позволили заезжать на рынок в 7 небазарный день? Николай Николаевич, ну вопрос же стоит только в количестве транспортных средств. Если три автобуса, единицы... А вы посмотрите в договорах, там не все. Вы посмотрите в договорах. Там же всех есть независимые деньги. Какие договоры? У нас встань договор на единицу. Один договор. А при чем тут единица? У других транспортных средств, где восьмерки, где пятерки. Одни есть заезды на рынок, других нема. Так это же достаточно другие. Как это другие? Мы же тоже разбили транспортные средства. Мы можем на разных языках. Если, допустим, у восьмерки есть заезды на рынок, у восьмерки есть заезды на рынок. То какой другой может не быть? Он один автобус по другому маршруту. Ну вот тут такая ситуация, что мы же не можем трех автобусов, три автобуса, все гонять. Ну, это мое, ну не здраво. Из двенадцати? Да нет, из одиниц, из трех. Из двенадцати автобусов идет поление, а двенадцать автобусов за час поление. Каждый пять минут. Вон график. То, в принципе, если они все двенадцать автобусов по Ленину, то явно они так сильно не загружены на Ленину. Потому что люди уезжают и так. Хорошо. Объясните мне, с какими взорвалами нуждаются на Ленину? 20 минут. 20 минут. Скажите, какая необходимость по Шевченко через двадцать минут вывозить людей? Я предложил 2 маршрута. Покажите мне, где, какая это постанова Кабинета Министров, закон Украины про транспорт, или где? Покажите мне пункт. Если постанова Десять восемьдесят один, то пункт 63, что нельзя разрывать. Нельзя. Покажите мне 2 маршрута. У меня нет. Покажите. Мы имеем утвержденный маршрут. Если мы вносим изменения. И мы вносим изменения в один транспортный зал, а остальные нет. Мы не имеем утвержденного. У нас сегодня не просто маршрута. У вас есть с кем маршрута? Подождите. На сегодняшний день вы заключаете темчасовый договор. Замовный компромисс, и кто является? А кто? Складайте такие графики, чтобы устраивали людей. Если хотите, вы берете интересы дальше. Все, до свидания. Я свою пропозицию. Я вам сказал, что финансы автобусов – 25% – это много? Четвертая часть. Скажите, пожалуйста, какой смысл в этом? Скажите, какой смысл в этом? Скажите, какой смысл в три раза ходить там, где… Прошу, что вы рассказываете, что нет людей. Ви пойдите к Игору Юрьевичу. Он завтра на транспортной комиссии, на которой они были, он рассказывал, что они не хотят работать. Было? Угу. 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 Я много чего скажу, вы делайте, предлагайте, а тогда будем смотреть. А то сначала предлагайте, а потом делайте. Я предлагал, делайте. Я предлагаю ехать на дачу, не понимаете ничего. Главное, что вы понимаете. Я предлагала 11А. Ну давайте 11А, я буду ехать. Чего ехать на дачу? Я на этот маршрут пришел, когда он сделан. Я в часу вам куплюсь так, как и вы. Так же 11А. Вы не понимаете, сейчас перейдут, когда будут смены. Я же поняла. Я не говорю, что правильно так же? Три автобуса, да? Попробуем. Ну попробуем. Тричасовый добр, давайте. Чем мы укладываем, давайте. Будем выносить на комиссию? Значит вы носили, комиссия была шестерка, не захотела ездить. Ніхто не хочет ездить по Шевченко. Давайте снимем три одиниці. То, что люди выиграли конкурс. Изменивать конкурс уже нельзя в пропозиции. Вы понимаете, это или нет? А почему ты в часовом думе, можно сказать, не допустим? В маршруті три у вас транспорта. Чтобы из этих транспорт, ну там два. Или не на две больших. Покажи, где это на 3. А вот и важно. Весьмей постановка. Покажи, покажи, постановка за 181. А я бы вы сказали, хотите сделать? А ну, повезите. Покажи, пожалуйста. Как это сделать? Пускай туда. Голи, у него договор еще не закончился. Ну, как закончится. В этом году будет переформироваться. Так это будет, знаешь, когда уже прийдет конкурс до того часу. А им надо або постоянно тогда включать, а вот этот. Так же, Андрей? Пустя не включить. Туда едет по линии. Я тоже считаю, что сейчас городите городу за трех месяцев. Вот конкурс мою. И если этот оптимизирует 25-й, который иди на карнашоку, то что так же? Пустите его. Оптимизируйте. Я вам покажу на этот этап. 25-й сюда не попадает. У него нема тимчасового дозвола. У него уже не закончится. Когда у него закончится? Ну, он скажет, в мою. В мою. А сегодня нет. Сегодня февральше. Еще три месяца перейдем. Как раз на три месяца это закончится. В мою уже будет конкурс. И после мая нам уголовление. Видишь, что это 15 лет? Да. 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 И мы с ним сделаем шестьсорку. И убьете 19. И по Шевченко, да? Куда иди по Ленину? У нас до Шевченко. У нас до Шевченко. У нас только в интерьер. Говорят, что там уже не легли. Ну, в проуличке все. Там, как правило, в проуличке, то сейчас привыкну, что маршрут, а не мало. И сейчас. На Уталинин году. Люди со временем проведут на механике сравнивать Я 10 лет ездил на 16 лет Я знаю, какой там пассажир работает А какие у нас приближные маршруты, например, где машина, где ходит раз в час на временную площадь? Не я Потому что люди не будут ждать Чуть-чуть опоздала, 3 минуты, это уже все Следующей машины немало И уже надею оценить его через час А если знаешь, что через 20, то через 15 лет Мы хотя бы идем Уже можно будет Почекать там, или натянуть Ну, была необходимость Уже въезд Эта схема, которая накатана Она все сделана С того, что необходимо О, бачите? А вы кажете, нам надо Нет, мы не будем говорить о том, что мы просто упускаем за текст Ну, попробовать можно Так скільки звернений прибудем? Скільки звернений? Ну, скільки звернений? А если постеть тренер Да, сколько в нашей сторону? Ну, сколько звернений? Ну, сколько звернений? Ну, сколько звернений, вы что делаете? Одне 16-го возле деток забирают школы и садика у нас тихо на спичке, да? 16-й. А что 16-й? Я знаю. Не, ну мы их же ж до... Деток довозишь до монумия? До монумия? Ну, вот тут вопрос мы закрили. 16-й? 16-й не ходит до монумия. Ну, ты то есть? Не есть, не ходит до монумия. Да, да. Короче, тупик. Тупик. Ну, это просто мужи. Они теперь не хотят, хай кто-то съедет. Потому что полностью надо менять все схемы. Ну, мы сделали его бережу. И все по новой. Все. Мы будем еще 20 лет ждать конкурсов. Потом объявлять, потом что-то вылетает. Пять, вновь. Не, просто он проводится... Тих же на пять. Потом они пересекаются. Нельзя по цему шестину. Воно цепочкой будет цепляться друг за друга. И просто стянется точкой на 20 минут. Ну, Алексей, я не знаю, как там машутки у вас ходят. Какие у них завязки, что куды? Какие время еще нужно? Время? Именно. Именно, когда заканчивается... Третя школа на полдевятого ходит. То есть, до дедов они учатся. То есть, до дедов они учатся. То есть, заканчиваются уроки. И вот дети из уроков идут, чтобы, допустим, доехать на то же самое даче, або в центр. Чтобы не идти, например, зимой или осенью, или осенью. Ну, а сколько у них уроки заканчиваются? Ну, это же... Ну, это же... Ну, это же... В третью. Да, в третью. Да, в третью. Школу забирали шестнадцатку. Сема школа, практически, все учени семой школи были переведены, насколько я помню. Були бы другу школу переведены. В другую. Ну, большинство, да, процентов в Урске. Уси, улица Московская, 8 березня, Вербовая, Червоная, туда все. Зведи все, где-то на третью школу. У меня нет, что третья школа, у меня звезда все, друзья. Ну, третья школа. Третья школа. Чем они зведи? 16. Так, не 16 культурную еду. Это школа, они были. Это школа. Улица Московская, Шевченко, ніяк. Улица Московская есть выходи на улицу Шевченко. Там они рядом проживают буквально. Який там? Береговый? Залеченный? Береговый. В начале. А вы знаете, что это Московская? Я пришел, что на связи. В автобусах вы наберете пора в школу. Допустим, как лучше будет? Там есть маршрутка, которая ходит из центра, дроби круги, и идёт на дачный. И как и вашей... 16-та. 16-та. 13-та, на дачный маршрутка. Ваш полуе ута 16-та, Конитико Шевченко. Вы звоните, дайте, 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 дайте. Донахрешку. Он наносит детей на власть НВЗ на дачный. По кругу. Ничего. А 11-та, 11-та. По кругу, цепотопедительствий, у них очередление на уздал младшу годину. А 11-та, 11-та, 6-та. Через спортплощадку, да? Да, да. Попробуй уступить. А 11-та, 11-та. Как вранься живете. Подождите, який час саме проблематичный, саме більша кількість детей не выезжает. Ну, самое единственное, что у нас 14-30. 14-20. Ну, у нас это еще 14-30. Но процент я решила, буду не знать, что машутка, иди там 45-40, конечно, уже дали. На 16-ку не разбиваю. А 12-ка 25-ка? 25-ка 45, самое единственное. Ну, вот и 25-ка. Ну, это 20-ка. А он же едет на карта-шоу. Пока вы сделаете его шоу, начнутся коньяк. Потом, в месяц, люди нам запущены, не будет ничего. Так что, он вертается из вокзала по Ленина, а то... Что вы берете? Время, когда мы находимся в области, мы увидим, что мы видим, что мы видим. Мы видим, что мы видим, что мы видим. Надо ломать все схемы, сделать правую. Как ты сделаешь? Мать не сделаешь. Это так кажется на первый взлет, если вы не касались ассоцией. Если вы не ставите правую. Если по времени нужно сделать правую. И вписать его в существующую схему или в новую, которая будет существующую. Просто в один момент, если бы, конечно, было уже на полочках, все сделали новую и пошли все к работе. Каким образом? Если бы одного договора заканчивается в этом году, 3-го в 17-го, а то в 18-го, а то в 19-го, ну не знаю. Это тоже плохо. Ну так вот уж вот так. Работать времени? Времени 3 месяца. На 3 месяца не меньше один раз. 14-30. Это, в принципе, если вот так вот по маршрутах, ну не пикало время, правильно? Нет. Не пикало время. А в этот момент, який идут по Менжинскому, який ви комментировали там? 14-30. Значит... Нема в нём. 6-30. А, 6-30. 6-30. И он идёт дальше. Да. У него перерывы как раз. Ну, там... Чи сейчас... Вот не буду брехать. Сейчас буду брехать. Сейчас буду брехать. Не знаю, не ротить. Ну, я предлагаю... Одну однице. Чи в выборі прописать, что один транспорт, не три, а один шоустрит? Вообще, по единицам, по всему, два однице. Ну, два, хай, один. Я, наверное, думаю, что вас лучше бы устроило убрать вообще однице. Чего? Ну а что? Ну, судя по тому-ка, по настрою. Это уже если быть вот так вот честно. Вот и до. Я не разговариваю. Да нет, ну... В смысле убрать? Ну, вот так. Ну, видишь, Николай Николаевич, видишь, не хуже то... Я не знаю, там Андрея сейчас... Вы же понимаете, где написано? Я вам найду, где написано. Найду. Покажи. Покажи. А покажи, где написано, что это можно. Потому что у нас сделано так. Не. А как у нас сделано? Покажи, где написано, что это позволяется юридично. Покажи, чтобы один автобус имел маршрут, паспорт маршрута двигался непонятно в каком направлении, а два и шли по тому маршруту. Покажи, где написано. Постановлю 10 после 1, что местные органы являются замовленным перевезением. У них складывают схемы рухи и графики руха. Схема руху складывается на что? На каждый автобус из маршрута, который три обслуживает? Хорошо. 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 Складите новую схему. Складите новую схему. Ви, как члены транспортной комиссии, складите новую схему. Непевший этап есть у вас сейчас на данный момент. Ви ж по-новому заключаете договоры? Оплатите все место. Чего не охвачена частина? Такое место. Витвы нет. Витвы нет. Витвы нет. Витвы нет. Витвы нет. Витвы нет. Не будем думать. Ну думай. Сказали, что готовы. Все съесть оттуда. Вже обсудили. Вроде бы решили. Теперь опять назад. Есть маленький крючок. Витвы нет. Вот. Складите всем. Чтобы его хватить. Временные и графики не позволяют заезжать. Не хватает. Если мы туда поедем, мы на ритме не будем клюбать. Плюс, до того, там все есть вопрос. Там есть поценка. Если ты будешь ходить туда, без покрытия дороги. Без покрытия дороги. Без покрытия дороги. Без покрытия дороги. Там только можно пустить по Котовску. По Котовску. Котовску на Бибышу там 300 метров. Ну и что? Ну не можно, не могу покрытия дальше. Не могу. А так же не могу. Нема покрытия вон где. По Моргородской или где там тоже. Великое озеро, он ездит во что-то. Там и час по Куйбышу 300 метров. А чтобы больше вас сфальтировано? Нет. Взять в Петровску. Воно заасфальтировано. Там хаба есть? Нет. Вообще по паспорту там есть асфальт. По факту нема. А по Куйбышу лучше дорога, чем по Петровску. Там по Куйбышу. Там по Куйбышу. Там 50 метров. Там ямам пошли в корину. И еще и скатута таки. Там вообще ужас. Там ездят. Пойти не можно. А тем более тут пользуются спросом нормально. С Котовску, с двухэтажек. Сейчас на секторе. Там не считают. Тем более там не однократно. Там, по-моему, еще была причина, насколько я помню. Гаишенки так сказали. Там вот вода и дорога. Без проблем. Потому что она дорога. То ли я не помню. По Котовскому. По Котовскому. По Котовскому. По Котовскому. По Котовскому. Дима шесть метров. И поэтому нельзя пускать маршрутный такси. И транспорт вообще. Там проблема не в том. А в том, что там дорога не соответствует. Вообще. Нема шесть метров. Ну, нема шесть метров. Ну, нема шесть метров. Если под каждого пассажира подстраиваться, то по каждой улице надо пускать. Стали советские времена. Шесть маршрутов. Шесть автобусов обслуживало весь город. Все были так довольны. Ну, я тоже на работу ходу. Слевчаса. У меня нема. С Тимирязева и документарная. Ну, ничего не ездят. Ни-якому. Пишите пропозиции. У Полтавской тоже нема жодного маршрута. В улице 200 домов. Так, что вона еде по Пушкина. Мене треба направить. И людям поезжайте, допустим, прощай, на больницу через Фрунзе, а не ехать через весь город. Есть же какие-то минимальные варианты. Я понимаю. Нема такого, что вообщественный транспорт входит тебе до самого дома. Мясо комбината ходил по Крущатке сюда. Первомайский ходил сюда на маршрутку. По Первомайске сейчас не ехать. Один транспорт. Пускай, два хайдин. Ну, не можно. Давайте попробуем. Ну, Андрей, ну. Ну, уже детки садились. Давайте попробуем 16-й. Покажи, что это такое. На вокзале. На вокзал. На вокзал, развертайте, все обратно ехать. На вокзал из вокзала едут. А те же Шевченко едут на войну. Даже 15-15. Руды, вы понимаете одно. Что сейчас этап. И вы будете опять потом сказать, что у нас нема возможности. Сейчас период зміни. Вы понимаете это или нет? Николай Федорович, мы все прекрасно понимаем. Ну так а что вы, запретите ему вопрос? Только не я противлюсь этим зминам. А вы? Вы все противитесь этим зминам, этой новой схеме. Давайте блакать откровенно. Вы все противитесь этой новой схеме. А вы сейчас объявите нас. Принесите новую схему. Ну, нет. Я не готова вашу. У нас есть автобусы. Из них два автобуса заезжают в центр. Это нормальная схема? Нормальная схема? Что? Это будет изменяться. Можно носить такие мелкие изменения. Ну попробуйте внесить туда изменения. Вы пробовали сезти. Один из них сезти и поделиться. Так невозможно с переездниками сезти. Не надо с нами сезти. Вы сами сядьте и попробуйте сделать. Вы сами сядьте и попробуйте сделать. Как их накласти на схему маршрутных таксов? Я тихо не разговариваю. Давайте оптимизировать где что у нас есть. Я не знаю что оптимизировать. Чи новую схему, чи старую. У нас улица Шевченко проблема. Давайте предложение. Я дав предложение. Ну не три транспорта. Все, не три. Значит давайте один, два. Я что маю против. Вы сами себе противоречите. Почему? Вони у збитковых маршрутов. Мы не можем. Там 25 маршрут. Мы не можем. Бо він збитковый. Не можете видеть того, что в нём они не разъехали довго. Хорошо. Восьмите с ними, которыми разъехали договора. В 2 месяца будет на иконку. Объявился на иконку. Через сколько будет? Через 3 месяца. Через 3 месяца. Через 3 месяца закрывается дверь в школе и скажет все до свидания. Через 3 месяца. Каникулы начнутся. Каникулы. Каникулы не нужен. 18 апреля будет. В какой тренинге? На какие маршруты давайте? Если так. На какие маршруты 18 на 3 будет конкурс? 18 на 3 будет конкурс на 25. Так? З какого это перелят? Уже это оголошено. З какого перелят? У него не закончился договор. У него в апрель месяце только заканчивается. Оголошено уже. То, что у него оголошено, я не знаю, что это оголошено. Ну что? Конкурс оголошено. А вы ведь почитаете? Конкурс оголошено. Он будет заключаться в новом доме. 19 мая. 19 мая. Бачите? 18 февраля. А после 19 мая. А через 6 дней в школе закрывается. Не кто же не будет проводить конкурс на 19 мая? Нет. Ну опять действительно такая проблема стоит. Сейчас школа закрывается. И тогда уже этот маршрут. Он вообще не нужен. Не нужен. А 15 мая? Я думаю, что с такого-то по такий месяц он делает так маршрут. А потом, когда детей нет, он делает по другому маршруту. А это будет уже конкурс. Это как говорится. Детей нет в школе, но дети есть в реабилитации. Дети есть в садике. То есть, ну так как вы предлагаете, вообще не логично это делать. Потому что либо его надо полностью пускать, а не сезонно. Допустим, летние, зимние поменяли. В принципе, с другой стороны, я согласен с вами. Если школа не работает, дети в школу не ходят, у них их поток. Как бы там трошки изменится, больше ходят в центр реабилитации. То есть, логично так подумать. Если дети в школу не ходят, у них час есть, они будут идти в центр реабилитации в садик. Там поток не меняется. Детей родили в школу, дедей в садик так и родить. – Важно ли посетить, что они здесь используют в школу, а у них уже есть? Давайте еще один пустим. Тимчасовым. На три месяца. Один еще пустим, который будет ходить по Шевченко и по Ленина. Давайте так еще пустим маршрут. Пропонуйте. Давайте пропонуйте с кем. Потом скажем все. Да, потом скажем все. Все вопросы решаются. Как вы сказали метро, гусынка, карнащилка, джипельнозиевка. Моя пропозиция – всех на велике пересадить. И здорово. Сейчас уже вот такие колеса пішли. Моя пропозиция – поднять цену за билет, чтобы не актуально было. Тоже вариант. Я колись це предложила, військовая голова сказала, что нет, я не в своем. Определенный континент ходить. Определенный континент. Семерка. Петрушка. 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 Семерка. Выручла. Продолжение следует. На данный момент выглядит ли билет. А так все Нас колись на четверку просили, щоб їдати до кінця криви. Продбили, і тепер ганяємо туди. А тепер не поїдуть. Скільки? Три-четверки? Чотири чоловіки. Ну, хай десять. Бо вже не їздять ці. А рейсом це? А чого не їдуть? А ще я не їдуть? Там бояк підняли, що збинули маршрут, бігали, може з полгода назад. До мені прибігали? А на лоб. А на лоб. А на лоб. А на лоб. Значе я написала відмову. Зачемо ти відомо не зверталась? Зачемо ти відомо не зверталась? Що таки насилими? Ну, попробуйте. А є? А є? А є? А є? Там мудро жертв. Там такі слабенькі, які маєш. Один час не ходить. Ну, я ж на що буду. Ну, яким воно буде? Значить, буде їхати. Один А. Один рейс зробить, да? Потім ще якусь маршрутку. Ще знімем і ще один добавим. Також за утром, що їздить, дійсно, дійсно, кричать, скажуть, от там сігарів людей, там проїду, потім шевчанку, а там бачать, там сігарів, стоїть визвітає. Ти хто не зставляє, а сам дійсно, то воно буде сюди. Є один А маршрут. Який йде? Як на Київська, чого на Римійська? І повертається назад на Леніна, і назад повертається по Леніну. Робіть один Ю, один Ш, один Б маршрут. Чи два. Сокращення у маршруту. А що сокращення? Ви ж самі жалуєтеся, що у вас кожні п'ять мін, кожні три минути ходить. Ви ж не почули, який маршрут. З одиниць, якщо ви дали кошти виділення машини. З одиниць виділить машину, я теж якраз про це думаю. Розробляйте нову схему. Під часовий дозвіл, одному з одним із ваших. Подумать, як вигодно вам буде. Ви просто не буде співати, коли буде збиватися з графіка. Одну машину пустить по другому маршруту. Ми ж не можемо часом уменьшити у затвердженому конкурсі і договорі кількість машин. Договори немає. Можемо вносити зміну в мережу. Завершення виконкому. Не три було транспортні засоби, а два. Це може. Я вам казав на виконкому, і ви говорили, що можна. Тепер ви говорите надав на виконкому. Що я говорила, що можна? Кількість транспортних засобів зменшити? Ні. Що є варіанти обробити, щоб пустить пощадження? У схему руху, так. Я ще раз кажу, що можна в схему руху, якщо внести зміни, якщо не менше, не більше 30 відсотків. Без зміни кінцевих зупунків. 25 відсотків. А 30 відсотків, якщо не змінюються кінцеві зупункти. Тобто, якщо пункт А і пункт В, вони змінюються, то не троїться. Такова вона каже. А якщо змінюється пункт А або В, тоді тільки 25. Так вони не змінюють кінцеві пункти. Я казала, що це реально. Реально по всім маршрутам, які на сьогодні пропонуються на конкурс. Я ще раз кажу. Одиниця, тринадцяти, двадцять п'яти. Які там іще? Є ж двадцять п'яти. Пропонуючи це на конкурс. Коли його дозву закінчити? В травні місяці. А конкурс проводиться не раніше, ніж за три місяці до закінчення терміну і не пізніше, ніж за два місяці. І конкурс буде в березні місяці на двадцять п'яти маршрут. На двадцять п'яти маршрут. А договори будуть у кодатці з 19 травня. Я реально кажу, що можна внести згідно. Конкурс у березні 25. У вас не так були конкурси проводитися? Коли ви проводили грудні місяці, договори заключали у лютому. Ну так було. Я ж не відкриття згадую. Ви попадаєте в цей термі. Ви попадаєте в цей термі. Я реально кажу, що для кожного з цих маршрутів, що йдуть на конкурс, можна внести зміни. І договору дати вже по новині. Це буде реально. Прилашав. Я ж за що говорю. Я всіх перевезників запросили. Хто в цих маршрутах. Вріч ми вже вислухали. Так шість не закінчується. Ну шість не закінчується. Ну шість не закінчується. Реївна транспортна комісія, в неї вже 24. Договор не заканчується. Ми сьогодні запросили всіх перевезників, хто працює на цих маршрутах. Щоб можна було до якої згоди, до якої згоди діти. А цих ще буде в'явлено конкурс? Цих ще буде в'явлено. Запросили і ті, що може бути, що працюють. І ваш маршрут. Ваші всі зауважені. Одиннадцяти хотіли запропонувати. Одиннадцяти закінчується? Одиннадцяти не. Одиннадцяти закінчується. Тільки конкурс ще не в'явлено. Там вже з кемо трошки буде. Ми так пропонували. Одиннадцятий що? Одиннадцяти це на здачі. Тільки як ви може заїжджали? Ти її ж на здачі. Та як заїжджали? Та ні, це просто вже обласно. Та це ж не я пропонував. Три у нас маршрута. Одиннадцяти, одиннадцяти шість. Вони всі їдуть. Одиннадцяти вона на віщовий ринок. Вона не їздить на віщовий ринок. Ну, раз вони тут не віщають, хай не сіть пошепчають. Ну, це... Ну, це нереально. Ну, це нереально. Ну, давайте будем тут. Ті ось плашрутики... Виїжджай на дворі. Та ні, ні, ні. Я можу заїжджати нашу шепчину. Звіду.